Всех благ и пусть будет мир. Вчера секретарь Совбеза Армении Армен Григориан дал интервью и сказал, что с 2018 года Армения не меняла свой политический курс и ничего Армении это не дало, кроме вреда Армении. И раньше, по словам Армена Григориана, имела различные возможности, однако по объективным и субъективным причинам не смогла воспользоваться ими. Итак, есть ли на самом деле перемены во внешней политике армянского руководства или это всего лишь риторика? Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте еще раз обобщим те геополитические проекты, которые в связи с Южным Кавказом существуют и о которых все знают. Начиная с 2010 года, может быть и раньше, был выдвинут проект расширения Европейского Союза, который включал и государство Южного Кавказа. С тех времен велись переговоры. Сперва это была программа ассоциации в рамках восточного партнерства, которая подразумевала, что три государства Южного Кавказа, Армения, Грузия, Азербайджан, поэтапно сперва станут ассоциативными партнерами Европейского Союза, потом перейдут в стадию кандидатов в Европейский Союз. И таким образом, в геополитической перспективе нескольких, может быть, десятков лет имелось в виду, что Европейский Союз расширится, будет включать в себя и государство Южного Кавказа, и Молдову, и Украину. И Белоруссию. То есть, вплотную подойдет к границам Российской Федерации. Это была программа, которая была заявлена публично, продвигалась, в это вложены большие деньги, общественные организации тоже привлекались для продвижения этого проекта. Большая работа делалась. Встречный проект, то есть контрпроект, который выдвинула Российская Федерация в этой связи, это проект союзного государства. То есть здесь Европейский Союз, членство в Европейском Союзе. Российская Федерация активизировала направление своей интеграции. Это выразилось в том, что был подписан в 2013-2014 году договор Евразийского Союза и вступил в силу этот проект. И, конечно, имелся в виду вектор, что евразийская интеграция, которая параллельно и с военно-политическим сотрудничеством ОДКБ, должны логично развиться до уровня союзного государства. То есть это контрпроект, второй геополитический проект, о котором, в принципе, достаточно много говорилось, если не открыто, вот так вещи своими именами назывались, то, по крайней мере, на вот этих встречах глав государств ЕАЭС об этом так или иначе говорилось. Третий проект — это проект, который инициировала Турция. Это тоже контрпроект. Причем он контрпроект в какой-то степени и экспансии Европейского Союза, и экспансии России на Южном Кавказе. Это проект 3 плюс 3, который в какой-то степени можно считать определенным компромиссом. Потому что после 2014 года, когда конфронтация между Западом и Россией начала принимать все более и более жесткие формы в связи с аннексией Крыма, Аншлюзом Крыма, правильно говорить, то есть мирное присоединение к России, стал вот этот вот, уже стала ясна эта перспектива, что, ну, что такое интеграция с Европейским Союзом. Это фактически означает, что государство Южного Кавказа, с одной стороны, становится рынком избыта для европейских компаний, то есть это таможенное пространство единое. С другой стороны, промышленность этих стран может находить рынки сбыта в Европейском Союзе. Европейский Союз — это крупнейший мировой рынок. Вот три таких рынка, да, существуют сегодня. Это Соединенные Штаты, очень большой рынок, Китай, растущий, быстро растущий рынок, и Европейский Союз тоже по численности населения, по его платежеспособности. Один вот из трех больших таких геополитических рынков, которые сложились за эти годы на нашей планете. И вот европейское сотрудничество, оно таким содержанием фактически наполнено, и идея в этом заключается, что государства постсоветского пространства могут для себя найти обеспеченное какое-то и безопасное будущее в Европейском Союзе. И примеров много. Это пример восточных европейских государств, которые какой-то прогресс имели после того, как они вступили в Европейский Союз. Евразийский Союз сложнее в этом плане. Евразийский Союз, перспективы Евразийского Союза, начал фактически как контрпроект формироваться. Это проект отделения от сотрудничества с Европой, от европейского вектора развития. Это, называя вещи своими именами, в перспективе железный занавес, за которым какая-то евразийская жизнь развивается. Но по своим параметрам эта евразийская жизнь в десятки раз в финансовом выражении, в промышленном выражении, в экономическом выражении, ниже, меньше, чем то, что из себя представляет Европейский Союз. Потому что весь самое большое государство евразийского пространства, Российская Федерация, весь ВВП Российской Федерации, соразмерим с ВВП одной Испании. ВВП, который Россия производит, он чуть больше, чуть меньше, по годам, если смотреть, он конкурирует с Испанией. Есть такие государства, как Франция, Германия, Италия, которые во много раз больше их экономика, испанской экономики, и что говорить о российской. Евразийское будущее — это, скорее всего, подобие интеграционных процессов. Почти так же все выглядит, как и в Европейском Союзе, но все на гораздо более низком уровне. Ну, плюс здесь экономический союз, сразу оговорено, что это евразийский и экономический. Вы об экономической союзе? Это и Россия, и на Южном Кампаказе протискнуть свои интересы, что вот это 3 плюс 3 — это такое пространство, которое закрыто для Европейского Союза. Решения там все принимаются региональными государствами, Россией, Ираном и Турцией. О чем решение? А решение, касающееся жизни Армении, Грузии, Азербайджана. Вот это такой третий контрпроект европейской экспансии, который в этом плане, я бы сказал, компромиссный, что он построен на идее не ограничения этого пространства полностью от горожения от экономического сотрудничества с Европейским Союзом, а такая вот попытка совмещать и сотрудничество с Европейским Союзом, и торгово-экономическое, я имею в виду, внешняя торговля с Россией. Вот через Южный Кавказ, где гегемония Турции? Политическая гегемония, экономическая гегемония и военная гегемония. Все это опирается на ресурсы Турции. Вот эти три геополитических проекта надо иметь перед глазами, когда мы говорим о внешней политике Армении, потому что внешняя политика Армении — это отношение к этим трем геополитическим проектам. И слова Армена Григорияна, они по существу о чем? Что Армения с 1918 года сохраняла свой курс на фактически укрепление вот этого евразийского интеграционного процесса, пыталась сохранить при этом баланс какой-то политический с Европейским Союзом. В принципе, там было заложено уже большое противоречие, потому что договор АСЭПа, расширенного и глубокого сотрудничества с Европейским Союзом, он не может сочетаться с евразийским интеграционным процессом. Европейские стандарты подразумевают, примеры, скажем, да, вот конкретно, чтобы голосованы не быть. Европейская политика в сфере энергетики — это диверсификация этой сферы рынка энергетики. Не может одна компания в Европе заниматься и добычей газа, и транспортировкой газа, и продажей газа. Или вот электрические сети. Согласно европейской энергетической политике, электрические сети должны быть в руках нескольких частных компаний. То есть не может одна компания частная иметь монополию на рынок энергоуслуг. Это все опыт, который Европейский Союз, государство накопили в течение долгого времени. Боролись с монополиями, монополии возникали естественным путем, их как-то ограничивали. В итоге они пришли к какой-то модели управления, как сочетать в таких больших инфраструктурных проектах, в таких отраслях, где естественные монополии возникают, где эти отрасли лидеры для всей остальной экономики. Энергетика, допустим. Без нее не может промышленность развиваться. А сегодня уже и сельское хозяйство без энергетики не может развиваться. Современное сельское хозяйство становится индустриальным. И вот здесь, естественно, уже большое противоречие. Как совместить интересы «Газпром Армении» и покупатель газа, и он связан с дочкой добывающей компании. И там транзитные отношения тоже фактически весьма далеки от европейских стандартов. И как это сочетать? Никак. Это никак невозможно сочетать. И поэтому вот этот договор был заключен, вступил в силу 1 марта 2019 года. Все 27 государств и Британия, которая вышла, его ратифицировали. Но по существу ничего не было сделано. Вот первый шаг, который был сделан недавно, и по этому договору обязательства Армении было утвердить римский статут. То есть принять ответственность, международную уголовную ответственность. Это руководство, в принципе, касается в таких вопросах, как военные преступления, преступления против человечности и так далее. То есть готовность государства следовать каким-то очень важным строгим канонам во внешней политике, в вопросах, связанных с применением силы. А для постсоветского пространства это немаловажный вопрос. Тут у государств конфликты, сложное прошлое, военные преступления. И вот Армения пошла на такой шаг с каким-то трудом. Российская Федерация как отреагировала на это. То есть это все имеет в себе очень такие большие подводные камни. И сегодня ситуация вынудила Армению искать какие-то источники, в первую очередь военно-технической сфере на Западе, для восстановления военного баланса. Мы, можно сказать, имели до 2008 года паритет во вооружениях с Азербайджаном. Начиная с 2008 года Азербайджан активно закупал военную технику. В Армении это комментировали как бизнес Российской Федерации, Белоруссия, наши союзники по ОДКБ, они делают бизнес. Нет ничего такого против Армении. Это же не картошка, которую в обед используешь. Это были очень такие примитивные, да. Это живая на технику, которая остается, оседает и выстрелит в свое время. Но я хочу сказать, а как менялся военный баланс? Военный баланс менялся в пользу Азербайджана в течение нескольких лет на несколько миллиардов, до 10 миллиардов долларов они закупили больше оружия, чем Армения. В первую очередь это дальнобойные системы залпового огня, танки современные, Т-80, боевые машины пехоты, БМП-3 Российская Федерация все это поставила, артиллерийские системы, этот самый, Белоруссия, полонез системы, тяжелые РСЗО поставила в Азербайджан. То есть уже был нарушен паритет. По состоянию на 2020 год военный баланс был в пользу Азербайджана. Ситуация в военной сфере у Армении была очень специфической, поскольку существовал договор о сокращении вооружений, о контроле над вооружениями в Европе, были квоты для государства. Сколько оружия может государство по этим квотам иметь? Вот в Армении возникла такая ситуация, что то оружие, которым обладала Российская Федерация в Армении, ну это фактически одна мотострелковая бригада, которая базируется в Гюмрии на 102 базе, она вычиталась из квоты Армении. То есть Армения могла по квоте иметь 200 танков, но поскольку 100 танков было у русских, то у Армении оставалось всего 100 танков. Потому что по квоте должно в сумме у тебя быть, вот по этому договору, какое-то количество. Если ты на своей территории чужую армию размещаешь, то это из твоей квоты вычитается. Паритет держался за счет того, что армия обороны НКР как бы не попадала под действие этого договора, и две трети вооружений нашей армии находились в составе армии обороны НКР. Теперь посмотрите на ситуацию после 20 сентября этого года. Армии обороны больше нет. То есть мы имели потери в 20-м году военной техники, а в этом году просто остаток этой военной техники полностью был передан Российской Федерации. И что математически, что в Армении? В Армении осталась одна треть от тех вооружений, которые были до 20-го года. Поскольку раз теперь Азербайджан превосходит Армению по танкам в 3-4 раза, по артиллерии в 3-4 раза, по системам залпового огня в 3-4 раза. Ну, авиация традиционно, Азербайджан имел перевес, Армения не развивала свою авиационную составляющую должным образом. То есть практически по всем важным позициям Азербайджан имеет колоссальный перевес. И теперь как с этим быть? Российская Федерация считает, что Армения не должна иметь армию, Армения не должна к реваншу стремиться. Позиция, да, вот, руководство российского. И опираться исключительно на гарантии безопасности, которые Российская Федерация предоставляет. При этом она тогда должна следовать строго тому курсу политическому, который Россия осуществляет. В части Армении это означает принимать решения о больших уступках. Территориальных уступках, экономических уступках, уступках в сфере коммуникаций. То есть априорно невыгодные для армянского народа принимать решения в интересах Российской Федерации, потому что у России есть стратегические интересы, связанные с Турцией и Азербайджаном. Вот в таком положении оказалось правительство Николы Фашиняна, в принципе, и они должны были как-то действовать. Они выбрали свой курс. В 21-м году мы с ними пересеклись на выборах, вы помните. Я был кандидатом от избирательного блока, куда пять партий было включено, то есть входили пять партий. Свободная отчизна, свободная Родина. И наша программа была реакцией на вот эту ситуацию. Исходя из оценки положения, мы поэтому сформулировали тезис о том, что Армения должна объявить о своем международном нейтралитете. Для чего? Надо восстанавливать военный баланс, нужно добиться преимущества в отношении Азербайджана, военно-технического преимущества. Это можно сделать только путем приобретения современных технологий. А для этого нужно иметь свободные руки, чтобы свободно с Западом сотрудничать. А Запад с НАТО, с Россией, находится в конфронтации. И, естественно, они не могут союзнику Российской Федерации передавать значимые военные технологии, потому что не может быть гарантией того, что эти технологии не утекут из Армении в Россию. Не просто союзники, но и члены военного блока. Конечно. Но союзник это означает члены военного блока. Поэтому важное решение, которое надо было принимать, тогда было вот это. Как построить политику, внешнюю политику, при том, что есть такие геополитические проекты. Как выруливать из этого? И вот мы предложили международный нейтралитет Армении как форму, которая гарантирует России, что территория Армении не будет использована для военных баз НАТО. Это же угроза для России, в которой они постоянно на нее указывают. Вместе с тем, мы думали, что это решение открывает возможности для Армении иметь более высокий уровень военно-технического сотрудничества с странами НАТО. Для чего? Для восстановления военного баланса, для того, чтобы мы могли себя защитить от военной экспансии Турции и Азербайджана, которые нам угрожают. И в вопросе нашей безопасности в этой части Российской Федерации нам ничего предложить не может. Кроме того, что мы должны соглашаться с требованиями Турции и Азербайджана. Даже с несправедливыми, неповерными, ничем не обоснованными такого рода требованиями. Такое положение, конечно, оно неестественное для государства. Для любого руководства. Самого коллаборационистского, самого компрадорного. Не поздно ли опомнились? Я не думаю, что опомнились. Вот вопрос весь, опомнились или нет? Что мы предлагали? Мы предлагали завершить с Россией военно-политическое сотрудничество. Как завершить? В 1922 году завершались военно-политические договора. Договор о совместной группировке. Завершался в 1922 году. Договор о совместной системе противовоздушной обороны. Он завершался в 1922 году. Договор ОДКБ завершается в 1924 году. Порядок, существующий в этих договорах, предусматривает, что для выхода из договора, то есть не продлевать его на следующие 5 лет необходимо за 6 месяцев до завершения договора сделать соответствующее заявление, что договор продлен не будет. То есть в 2022 году мы предлагали Армении, армянскому народу этот курс. Не разрывать отношения, а завершить эти договора и не возобновлять их, и не лонгировать их на следующий период, на следующий пятилетний период, на следующую пятилетку. 20 октября истек срок в этом году, когда Армения могла ноту отправить о том, что Армения в ОДКБ не намерена продлевать этот договор. Вот теперь смотрим на поведение правительства Николая Кашиняна. По факту они все договора продлили. И с Российской Федерацией договора, и договор ОДКБ по существу продлили. При этом они для того, чтобы военно-техническое сотрудничество, закупки необходимые для армии, иметь возможность на Западе, так сказать, осуществлять, вынуждены согласовывать вот такой режим. Армения эти договора все продлила, но их бойкотируют. В ОДКБ не ездим, в учениях не участвуем, ничего не делаем. То есть это такая квази-форма политическая, то есть не честная политика, а завуалированный псевдонейтралитет, не реальный нейтралитет международный. По бумагам мы остаемся союзниками с Российской Федерацией, а по поведению мы независимы и ожидаем, что западные страны и НАТО будут нам военную помощь оказывать. Западные страны понимают, что этот разрыв в военном балансе требует предпринимать какие-то шаги, они не могут бесконечно одергивать Турцию и Азербайджан угрозами. Последняя угроза войны была буквально вот сейчас она развивалась. Недавно, всего две недели назад, институт Лемкина предупредил в очередной раз об угрозе нападения Азербайджана на Армению. До этого, 5 сентября, институт Лемкина делал такое предупреждение, а через две недели напали на Арцах. Тогда они касательно Арцаха делали предупреждение. То есть это серьезно. Руководители государств США, Франции, Германии в своих выступлениях обратили внимание на это. Адресованные Азербайджану были месседжи, что нападение на Армению будет иметь для Азербайджана самые серьезные последствия. Блистическими ракетами вооруженная подводная лодка всплыла в Средиземном море 6-го ноября или 5-го ноября, когда госсекретарь США приехал в Анкару для переговоров с руководством Турции. Понятно, что от этих переговоров зависело, будет нападение на Армению или нет, в числе и других вопросов. Потому что Турция считает, что решение США уничтожить Хамас дает им моральное и политическое право напасть на Армению. Вот они так считают. У них есть интересы какие-то, о которых мы говорили на Южном Кавказе. Они понимают, что эти интересы можно только силой продвигать. И Соединенные Штаты им пришлось показать силу. А вот есть такой нюанс, связанный с Азербайджаном. Ни НАТО, ни европейские государства не могут как-либо силу применить в отношении Азербайджана или угрожать силой не имеет смысла, если Грузия не даст согласия, или Турция, или Иран. То есть Азербайджан окружен государствами, и чтобы в отношении Азербайджана применение силы было, необходимо им согласия этих государств. Но мне кажется, что Соединенные Штаты нашли способ преодоления этого. Они показали, что может быть использовано баллистическое оружие. А баллистическое оружие оно из космоса атакует. То есть оно не требует согласия соседних государств. Потому что как-то очень неожиданно Ильхам Алиев заявил о том, что они буквально посыпались друг за другом эти заявления о намерении воевать. Кто-то из депутатов в Азербайджане сказал, что нужно бомбоубежище строить. Недавно, буквально два дня назад озвучили намерение Азербайджана приобрести на 1,2 млрд зенитно-ракетных комплексов БАРАК МЭКС, МЭКС это комплексы средней дальности и там фактически одна установка до 25 млн долларов стоит где-то 30 млн, то есть порядка пяти дивизионов они хотят докупить. Это еще вопрос, Израиль готов к такой сделке или нет. Но вдруг выяснилось, что у них проблема с противовоздушной обороны. Но это явно не с Арменией и нет связано, то есть есть какая-то угроза воздушная, на которую они реагируют. То есть какие-то, я предполагаю, какие-то угрозы были озвучены азербайджанскому руководству, раз им пришлось свои шаги как-то корректировать и сообщать об этом широкой общественности и мировой общественности. Но такое же не может постоянно повторяться. То есть невозможно сидеть на стрёме, такой выражаясь народным языком, и следить, чтобы там Турция с Азербайджаном не напали на Армению. А механизм за эти годы, уже начиная с 2020 года, он у нас перед глазами. Турецкое военное руководство планирует военную кампанию, составляет военные планы. Это очень серьезная и сложная работа составлять военные планы для проведения военных операций. Не всякое государство такими ресурсами обладает. Турция обладает благодаря тому, что является членом НАТО, и турецкие офицеры получили это образование, и постоянно его имеют возможность совершенствовать. Турция выполняет эту работу для Азербайджана. Это уже факт, не скрываемый, они об этом открыто говорят. Азербайджан осуществляет эти военные операции. А Российская Федерация что делает? Российская Федерация закрепляет, фиксирует результаты применения силы. Так было в 2020 году. То есть год российских так называемых миротворцев. Почему так называемых? Потому что нет, у них не было международного мандата. Что они сделали? Они зафиксировали результаты войны. Что они сделали 20 сентября в этом году? Они зафиксировали результаты агрессии в отношении Арцаха и этнической чистки, которая фактически имела место. То есть вот модель. Кроме этого еще они дают гарантии и обеспечивают Азербайджану безнаказанность. Совет Безопасности не может принять резолюцию. Там они блокируют любые направленные против Азербайджана решения. И вот картина. Как быть Арменией? Российская Федерация от каждой такой военной эскалации имеет свою выгоду политическую. Ее роль поднимается для всех перечисленных государств. Другой немаловажный фактор – это что, собственно говоря, из себя нынешнее армянское руководство представляет. Это руководство своими действиями тоже изрядно способствует тому, чтобы Азербайджан шел по пути насилия. Это было в 2020 году. Предшествовали дипломатические шаги, которые Никол Пашинян совершил. Об этом неоднократно. У вас в эфире я говорю. То есть отказ от предложения сопредседателей фактически создал такую для Азербайджана ситуацию. Общая позиция сейчас, общий дух какой? Азербайджан понимает, что это руководство Армении в случае нападения на Армению не пойдет по пути Украины мобилизовать нацию для оказания сопротивления. Нет. Они будут всеми силами стремиться в самое короткое время заключить перемирие, как было во всех случаях до этого. Правильно? А это создает стимул к войне. У Азербайджана и у Турции этот фактор играет очень большую роль. Никто не хочет увязываться в войну и оказаться в положении Российской Федерации. Вот как в Украине они агрессию совершили и теперь думают, как из этого выходить. Поэтому касательно руководства Армении, его внешней политики сегодня. Его внешняя политика была и остается фактически в роли ведомого скорее, чем самостоятельного игрока. Тем ведомого. Ну, безусловно, Российской Федерации. И даже вот в этих вопросах, где Россия не может возражать против того, что Армении надо что-то закупать, какие-то вооружения. Даже интерес имеет, чтобы Армения эти вооружения закупила, потому что это и Россия какой-то дает доступ к этому оружию и к этим технологиям. Но эта ситуация, сказать, что является изменением курса, вектора, изменением положения вещей. Фактически вы адресовали ситуацию, что нет изменения курса. Да, не вижу. Я считаю, что такого нет. Потому что для того, чтобы было такое изменение, должны решения приниматься. Решение о международном нейтралитете Армении – это то решение, на котором можно построить альтернативную внешнюю политику. А решение, которое принял Николай Пашинян и осуществил, продлить все военные договора с Россией и сохранить договор ОДКБ, это не ведет к изменению внешней политики. То есть не поездки туда-сюда. Это приспосабливает внешнюю политику Армении к необходимостям, которые есть. Ну просто уже невозможно эти необходимости игнорировать, и поэтому возникают такие псевдо-квази-какие-то формы для внешней политики, в принципе, ненормальные. Потому что они и в России вызывают негативную реакцию, и на Западе тоже. Тогда это можно назвать ребячеством просто. Даже, я не знаю, если это политический шаг – не поехать. Это расценивается? Нет, до этого условия надо не ехать, чтобы получить эти БТРы. Не можешь и БТРы получать, и ехать на… Те, кто дают БТРы, они не понимают эту игру? Понимают, и они ждут от Армении этих шагов. Ждут, им обещают, потом не делают. Есть такая армянская игра политическая. «Да, да, нет» называется. Серж Саргсян в эту игру играл, Роберт Хочарян в эту игру играл, да и Леонтар Петровсян тоже в эту игру играл. Когда западным партнерам говорят «Да, да, мы с вами согласны, мы готовы, мы хотим», ведут переговоры. Как классический пример – это переговоры о договоре ассоциации. Вели, вели, вели переговоры, потом сказали, вы нас неправильно поняли, мы… Это тринадцатый год вы имеете в виду. Да, совсем другие интересы у нас, мы другие цели преследовали. И заставили принять другие… Но это нам уже говорят, заставили. Как вы думаете, кого можно заставить? А русские говорят, что мы никого не заставляли. Приведите хоть одно доказательство, что вас заставили. А если начать вскрывать и более на детали обращать внимание, мы, по сути, вели параллельные переговоры. В тринадцатом году, в двенадцатом году Армения вела переговоры и с Европейским союзом, и с руководством России по поводу Евразийского союза. Украина осталась при своем условии, Армении нет. Да. Так надо понять. Так это и было. И вот здесь вот важный такой нюанс очень. И у руководства политического, да и у общественности армянской есть такой вот, на мой взгляд, момент очень характерный. Мы видим риски и опасность там, где ее нет. Просто нет. Надуманное представление об опасности. И не видим абсолютно там, где она есть. Ну, в тринадцатом году у Украины не было проблемы с Крымом. У нас была проблема с Нагорным Карабахом. Украина была более свободна. Я не оправдываю. Я пытаюсь понять, что там произошло, на самом деле, в тринадцатом году. Вы говорите, да, да, нет, нет. Да, да, нет. Вот что это послужило основой для нет? Ну, весь этот комплекс вещей. Хорошо. В тринадцатом году уже было ясно, что военный баланс не в пользу Армении. И что у него уже тренд, перспектива такая. Потому что контракты... Азербайджан законтрактировал свои закупки бронетехники, артиллерии и систем залпового огня в одиннадцатом году. Они отказались в Казани, да, от мирного урегулирования, отвергли. И начали с Белоруссии и России свои контракты заключать. Ну, вот ставку. Это вы просто у нас мало времени осталось. Причем по Бартеру они все это делали. То есть они поставляли газ, получали оружие. Такая же схема нефти против оружия с Израилем там и так далее. И в тринадцатом году армянская сторона поняла, что она зависит от России военным. Местная сторона об этом всегда знала. И на самом деле подход был такой, что идея Европейского Союза о расширении была скорее вызовом руководству Армении. Это же является вызовом для руководства Азербайджана, Белоруссии. Режимы, которые Белоруссии и Азербайджане хотят интегрироваться с Европейским Союзом. Как они отреагировали на решение Европейского Союза? Сейчас что происходит? Сейчас называется «Тени время». Была угроза войны, очень все дрожали в случае нападения. Просто это был бы крах этого лозунга о том, что эпоха мирного мера. То есть она бы лопнула этот мыльный пузырь, раздутый для того, чтобы публике на что-то поставить. для ощущения, чтобы люди вообще в панике не находились, что происходит. Это, конечно, лопнула бы вся эта доктрина и все это правительство после этого не имело бы никакой платформы. А сейчас вот они, ну они знаете как, мое мнение, вот они пережили день, да, вот они ждали 15 ноября, сегодня было по разным прогнозам дата нападения. Сегодня. Ожидалось утром, в 7 часов утра предполагалось, что Азербайджан нападет на республику Армения. Как минимум в 5-6 местах. И военная задача, как вот оценивалось специалистами, ставилась таким образом, чтобы лишить Армению фактически внутренних коммуникаций. Чтобы внутренние коммуникации Армении, связывающие Армению с регионами, да, столицу с регионами, внутри Армении, так сказать, цельность, была разрушена транспортная система. Чтобы невозможно было из Еревана в Горис грузы, да, проехать. Вапан невозможно было проехать, чтобы Бартеннис невозможно было проехать, чтобы Ноэмберян невозможно было проехать. Сегодня, вы говорите, пережили, а завтра чем отличается от сегодня? Ну вот они пережили сегодня и счастливы. Завтрашний день отличается от сегодняшнего дня в этом плане? Я думаю, нет. Но если вот на это интервью посмотреть Армена Григорьевна, ему кажется, что все. Он решил все задачи. Что, да, сегодня мы вот отфутболили там эту ситуацию, ну и все, можно еще там месяц ничего не делать. Завтра опять будет этот кризис, ну вот будут бегать, звонить, суетиться, крутиться, да, ждать, что вот кто же нас, откуда должна эта самая какая-то поддержка прийти там и так далее. А вот комплексного подхода к восстановлению… Что значит комплексный подход, давайте на этом завершим последний мой вопрос, а что значит не бегать, а что-то делать. Мы не можем восстановить военный баланс, вот этот вот нарушенный, без организации производства. военно-промышленный. 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 Мы не можем купить такое количество артиллерийских систем, систем залпового огня, бронетехники. Военное производство за один день не налаживается и за один день не дает продукцию. И это означает, что как надо сейчас… Мы в таком же положении, как СССР, когда Германия напала, когда заводы переносились за Урал, хотя это все было заранее спланировано сейчас, да, вот историки раскрывают эти очень известные страницы, и не на пустом месте эти решения принимались, осуществлялись они по заранее подготовленному плану. Но дух, мобилизационный дух в Армении отсутствует. Сегодня Армения должна жить и действовать так, как Советский Союз в сентябре 41-го года или в октябре 41-го года. То есть все силы должны быть направлены на то, чтобы мобилизовать промышленные мощности, чтобы привлечь эти иностранные компании, которые могут эти заводы быстро построить и запустить это производство здесь. Логика технологии войны тоже другая, надо это тоже учесть. Да, но война – это расход военной техники. Не можешь бегать в магазин, покупать танки и воевать одновременно. Надо иметь возможность ремонтировать технику, восстанавливать ее. Техника ломается, люди обладают свойством портить имущество, технику выводить из строя в силу своих ошибок. Людей же обучают этой технике, никто же не рождается со знаниями специальными военно-техническими. Это все говорит о том, что надо иметь свои мощности, и если мы говорим об обороноспособности Армении, а это очень важная задача на долгий тренд обозримый, то без военно-промышленного комплекса, без соответствующей промышленной политики наша страна не сможет существовать. Люди все время говорят в правительстве о том, что наша независимость, надо отстоять. Есть какие-то силы, которые хотят это все, так сказать, у нас отобрать и так далее. Но это невозможно отстоять словами. Делами надо отстаивать. А как делами отстаивать? Вот так. Надо создавать свою базис, экономический, промышленный потенциал. Или что они имеют в виду, когда говорят, что надо защищать. Что вот они будут каждый раз Блинкину звонить, а завтра будет не Блинкин, а кто-нибудь другой. Вот поменялся спикер в палате представителей Соединенных Штатов. И совершенно иная ситуация в Украине в вопросах финансирования этой войны в Соединенных Штатах совсем вовсе не тот зеленый свет, который существовал в прошлом году. Это политика, в ней происходят изменения, переоценки. Каждое государство действует, исходя, в первую очередь, из своих внутренних и внешних интересов. Ведь нельзя же думать, что всегда, если сегодня так, то и завтра так будет. Вот так думали до 2020 года. В 2018 году они заявили, заявляли, осмысленно заявляли, тот же Армен Григориан, когда он пытался наладить отношения с Николаем Патрушевым и так далее, из кожи лез, так сказать, чтобы иметь эти доверительные отношения. Они о чем думали? Они думали о том, что мир не меняется, нет? Они думали, что они будут лучше, чем Серж Сарксян. Все то, что делал Серж Сарксян, они будут делать, но лучше. А оказалось, что мир меняется. И необходимо принимать ответственные решения. А чтобы их принимать, надо иметь видение какое-то, понимать, что в отношении внешней политики очень важно, внешнюю политику, на что ты ее опираешь. О чем им сегодня речь? Они пришли с программой, в которой было сотрудничество с Западом в 2021 году? Нет. Ну вот. Последним я хотела от вас получить формулировку на вопрос, как вы считаете, по вашей оценке, армянское руководство более умело проводит внешнюю политику? Ну, об этом все говорят. Армянское руководство не критикует только ленивые в Армении, домохозяйки, все там и так далее. Можно ли говорить о некомпетентности, о глупости и так далее? Я даже не хочу об этом говорить. Но мне важно, почему я об этом говорю? Я говорю, это для избирателей. Избиратели делают выбор, избиратели дают оценку. Нет? Вот в 2021 году избиратели видели же программу, которую я представлял. Но тогда была дискуссия, что это центр, это самый международный нейтралитет, зачем он нужен. Сейчас уже начали говорить. Это такая угроза для нас. Сейчас уже говорить вне блока. Потому что невозможно не говорить. Уже начали. Вот эта формулировка уже. Это разные вещи. Азербайджан – внеблоковая государство. Это не международный нейтралитет. Международный нейтралитет – это комплекс обязательств государства, что оно свою территорию не предоставляет никому. Ни в одних войнах не участвует. Между кем и кем. Швейцария, она же ни в одной войне не участвует. Ни на чьей стороне. Армении – это международной практики, сформировавшийся статус, который подразумевает в том числе и международные гарантии. Когда мы говорим о международной нейтралитете Армении, мы имеем в виду, что систему военно-политических договоров с Россией, которые не имеют содержания, заменить системой международных гарантий безопасности. – Может ли говорить о нейтралитете страна, которая находится на грани войны? – Может. – Может и должна считать. – Вот, например, Ирландия считает территорию своей страны оккупированной. В Конституции это прописано. Слово оккупация не написано, но они считают весь остров Ирландия своей территорией, но не контролируют его полностью. Нет? Кипр не контролирует полностью свою территорию. То есть даже страны, у которых территориальная проблема, участвуют в Европейском Союзе, являются полноценными его членами и так далее. Наличие у Армении проблемы не лишает ее каких-то политических свойств в международных отношениях. Но эти политические свойства, вот пример Лаоса. Лаос был футбольным мячом между США, Китаем, Вьетнамом во время войны северо-юга во Вьетнаме. И нейтралитет Лаоса он опирался из этого всего. То есть эта страна была проходным двором. От бандитов, начиная, и наркодилеров, и армии различных государств по ней проходили, как хотели. И возникла сложная система международных гарантий, которой сегодня нейтралитет Лаоса опирается на эту систему. И он играет важную геополитическую роль. Международный нейтралитет Армении сегодня необходим. Он необходим США, он необходим Европейскому Союзу. Он не нужен Турции, он связывает ей руки. Он не нужен Азербайджану, конечно. Для России это единственный выход сегодня. Потому что альтернатива для России будет очень печальной. Когда не принимают соответственные решения, а потом жизнь, кризис, да, меняет ситуацию, возникает гораздо более худшая ситуация. Спасибо большое за сегодняшний вопрос. Пожалуйста, вам спасибо за приглашение. Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что мы беседовали с председателем Армянской конструктивной партии Андреасом Гукасяном. Беседовала Ганна Ракелян. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok